всем привет с вами натали поздравляю вас с новым годом в этом выпуске расскажу об актуальных новостях северного кипра а также изменениях которые произошли здесь за последнее время начнем пожалуй с самой негативно позитивной темы статистика заболеваемости коронавирусом и постепенно будем переходить к хорошим новостям по официальным данным 6 января 21 года было проведено две с половиной тысячи тестов и выявлено 18 инфицированных человек течение года количество позитивных случаев росло в новом году произошел резкий скачок и по состоянию на 6 января 22 года мы имеем 20000 проведенных тестов что в 10 раз больше и одна тысяча инфицированных человек теперь посмотрим на это с другой стороны 21 год начался с карантина действовал комендантский час на улицу можно было выйти только по разрешению практически ничего не работало а условия въезда на остров были достаточно сложные сейчас же границы у нас открыты правила въезда значительно упростились комендантский час давно отменен и весь остров пришел в движение идет работа развлечения и туризм кстати о правилах въезда больше не действует распределение стран по цветовым категориям будет ли у вас при въезде карантин зависит только от наличия вакцины вакцинированные и переболевшие коронавирусом могут залететь на северный кипр без карантина не вакцинированные должны проходить карантин пять дней и по окончании карантина сдать тест также каждый при въезде должен предоставить результат теста на выбор либо пцр за последние 72 часа либо антиген за последние 24 часа а с 1 марта вакцинированные могут уже въезжать на северный кипр без теста перейдем к следующей новости повышение заработной платы за последний год минимальную зарплату подняли с 4400 лир до 7000 лир на первый взгляд это конечно хорошо но по факту если перевести эту сумму в доллары евро или фунты по нынешнему курсу то зарабатывать больше никто не стал а связано это с тем что произошел резкий скачок курса лиры естественно это повлияло и на цены значительно подорожали продукты некоторые даже в два раза стоимость бензина и газа поднялась за год с 6 лир до 12 но опять-таки в соотношении к доллару это составляло и составляет 1 доллар что касается газовых баллонов которые мы используем в квартирах подключая к плите а их обычно хватает на два-три месяца то год назад мы покупали один баллон за 70 лир а сейчас за 200 не буду долго задерживаться на этой теме коротко говоря подорожала абсолютно все теперь переходим к недвижимости помимо роста цен на квартиры и дома мы видим как быстро развивается строительство на северном кипре уже не годами можно сравнивать а месяцами я отсутствовала на кипре один месяц и уже сейчас вижу новые сооружения и застройки а если сравнить с тем что было год назад то вы заметите что достроились новые блоки в комплексах появились совершенно новые проекты и возможно сейчас на видео кто-то из вас наблюдает прогресс стройки своего блока и квартиры которую приобрели на строительном этапе а если вы только планируете стать владельцем недвижимости на северном кипре я хочу обратить ваше внимание на комплекс с очень богатой инфраструктурой и выгодными условиями оплаты это беспроцентная рассрочка до 6 лет здесь строительство не прекращается так как 95 процентов всего что вы видите уже выкуплено на продаже блоки которые только начинают застраиваться но именно на этом этапе цены самые низкие апартаменты начинаются от 40 тысяч фунтов полный обзор готового комплекса вы можете посмотреть моем первом видео а новая часть проекта будет выглядеть так этот застройщик продолжает развивать и свои другие проекты а также открывать новые я рада сообщить что на продажу вышли два новых блока комплекса в котором при покупке апартамента вы получаете кэшбэк от 6 до 8 процентов а также гарантированную аренду на три года в размере 8 процентов проект расположен на первой линии у моря и инфраструктура здесь тоже отличная бассейны и аквапарк водные виды спорта фитнес-центр спа детский клуб супермаркет ресторан кафе пекарня бар и другое еще одна замечательная новость в дополнение к этому проекту начинают строительство вилл как совмещенных так и отдельно стоящих с личными бассейнами продажа вилл уже началась и план оплаты продолжает радовать 30 процентов первый взнос и беспроцентная рассрочка до 6 лет хотите стать обладателем апартаментов или шикарной виллу средиземного моря на острове кипр пишите мне по этому номеру и вы станете на шаг ближе к своей мечте эти проекты расположены в эскеле и я хочу отметить что инфраструктура самого радиона тоже хорошо развивается за последний год обновили дорогу в сторону поселка бафра и и расширили и благодаря этому движение стало намного свободе также построили и уже открыли два новых магазина канцелярии и товаров для дома денис плаза и чай на базар еще одним важным открытием стала школа не ирист в десяти минутах от эскеле которая предоставляет трансфер для своих учеников в любой жилой комплекс согласитесь это очень удобно вам не нужно постоянно возить детей в школу за вас это делает школьный автобус в целом правительство северного кипра старается развивать страну большие суммы денег вкладывают в реставрацию и поддержание достопримечательностей в этом году ожидается реконструкция гавани в кирений а также некоторых мечети и храмов переходим к следующей новости гордость северного кипра турко киприот беркан узун первый человек из всего острова который совершил восхождение на самую высокую точку антарктиды и установил там флаг северного кипра к сожалению после такого радостного события в первый день нового года он погиб в результате несчастного случая на горнолыжном курорте чтобы сохранить о нем память местные власти приняли решение назвать самую высокую точку северного кипра в его честь гора беркан узун идем дальше северный кипр с каждым годом становится все более узнаваемым и не только потому что здесь увеличивается поток туристов но и благодаря новому сериалу однажды на кипре который снимали на северной части он основа на реальных событиях и посмотрев его вы можете ближе познакомиться с историей и локациями этой части острова и наконец я вам расскажу об одном из самых важных достоинств северного кипра 1 отечественный автомобиль гюнсель электромобиль был разработан ближневосточным университетом и его дизайн и проектирование полностью принадлежат северному кипру он может проехать 350 километров без подзарядки аккумулятор заряжается 7 часов стандартной зарядкой и 20 минут высокоскоростной которые планируют установить в будущем на северном кипре электромобиль гюнсель был представлен всему миру на выставке в лондоне в этом году планируют начать серийное производство с 20000 авто на этом наша новостная программа подошла к концу давайте пожелаем чтобы в этом году нас ожидало много хороших открытий с вами была натали до следующего выпуска надо было встать встать и уйти в этих штанах а